Сегодня в столице началась научно-практическая конференция, посвященная 75-летию воздушной трассы Аляска-Сибирь. В годы Второй мировой войны из Аляски города Фэрбэнкс через Чукотку, Якутию и до Красноярска были перегнаны 8 тысяч транспортных и военных самолетов, а также доставлена гуманитарная помощь. Эта воздушная трасса сыграла большую роль в сотрудничестве двух стран и в частности в стремительном развитии авиации Якутии в послевоенные годы. До войны в республике не было своей авиации. В 1941 году была создана Якутская авиагруппа, где насчитывалось около 370 работников. Через несколько лет было создано управление воздушного флота, а в начале 90-х в отрасли работали уже около 20 тысяч сотрудников. Насчитывалось 45 аэропортов. В юбилейных мероприятиях принимает участие руководитель Федерального агентства воздушного транспорта России Александр Нерадько. Он поздравил ветеранов и работников отрасли и вручил государственные награды. Об этом мало кто знает. К сожалению, не очень популярна в посреднее время реклама того, что было сделано руками поколения победителей. Алсип создавался как раз трудом поколения победителей в Великой Отечественной войне. Меньше чем за год были построены 16 аэропортов на территории этой трассы. Был огромный фундамент, на котором потом строилось развитие экономики гражданской авиации Якутии. Продолжение следует...